Осень недалеко, а значит бездомные собаки снова начнут сбиваться в стаи и селиться поближе к людям. Так больше вероятность в сытости прозимовать. В Твери целую улицу в частном секторе держат в страхе всего один дворовый пес. Как гуманно решается такая проблема и кто ей должен заниматься? А также как действовать, если путь к дому преградили четвероногие агрессоры? Этот на вид добродушный дворняга по имени Тимошка держит в страхе всю округу. Его дружелюбие резко сменяется приступами агрессии. Такие эмоциональные качели пса напрягают местных жителей. Под атаку собаки попали Юля и двое ее малышей. Причем инцидент был у ворот их же дома. Пес кидался и пытался укусить. Собака очень непредсказуема. Сначала она вела себя нормально, мы всей улицей ее подкармливали. А потом вдруг ни с того ни с сего, никто ее не обижал. Вдруг какие-то приступы агрессии. Потом что-то в голове щелкает, она снова вроде начинает себя вести нормально. Соседи обращались в разные инстанции, обращались в полицию. Ответы от участкового мы ничем вам не можем помочь. Дворняга появился здесь пару лет назад. Один из местных жителей его приютил и даже смастерил будку. Но по неизвестным гражданам причинам пес обитает на улице. До этой зимы Тимошка не создавал проблем тем, кто его приручил. Но ситуация резко изменилась. За это короткое время жертвами грозного пса успели стать женщина и один из домашних котов, которого собака просто разорвала. Он набрасывался, конечно, не часто, но неоднократный случай уже зафиксирован. И дети на велосипедах катаются иногда, бросаются. На днях вот женщина укусила, хотя она находилась около своего дома. Укушенная женщина постригала цветы и никак не ожидала от Тимошки нападения. Профессиональный кинолог поведение дворняги не считает странным. Пес обосновался на территории и теперь считает себя хозяином. И естественно охраняет. А вот люди быть своими явно перестали. Наглость как бы доходит, да, там, ну, у кого-то там начинает там со стола брать, у кого-то начинает рычать, у кого-то прикусывать, а кого-то и кусать. Человек какими-то действиями, он может этого не видеть, но он может провоцировать ее. Вот как вы говорили, допустим, стригла там кустики, да, там ножницами щелкала, повернулась. Как-то, то есть действия такие не очень обычные. Еще укус по собачьей логике может быть требованием покормить. Кинолог говорит, что ни в коем случае нельзя теряться в такой ситуации. Вопреки мнениям собаки не чувствуют адреналин, а видят действие и решают, как быть дальше. Атака с фронта лишь отвлекающий маневр. Кусают дворняги обычно сзади за пятки, поэтому лучше встать спиной к чему-либо. Хорошее место между машин. Собаки не любят закрытых пространств. Имитируем подбор какого-то предмета, то есть делаем замах. Обычно собаки дворовые, дворняжки, они боятся вот таких вещей, отбегают. Но некоторые, то есть, могут не отбежать, можете этим действием спровоцировать. Главное, что-то взять в руку. Собака будет атаковать то, что вы ей вытянете. Даже вот если я футболку сниму, но только не махать, как флагом ей, да, а нужно ее вот между двух рук растянуть и вот так вот, то есть, вот эту полоску и двигать вот так вверх-вниз, как экраном. Граждане кормят животные, но не придают значения воспитанию. Остается только держать оборону. Но эта перспектива не очень. Поэтому жители частного сектора и города в целом ломают голову, как решить гуманно такую проблему. Как правило, агрессоры — это бывшие домашние голодные особи. Но ими теперь занимаются специальные службы. Сначала отлавливают, затем помещают на карантин, прививают, стерилизуют, что снижает их уровень агрессии, вешают на ухо бирку и отправляют на свободу. Заявки на отлов принимает горветполиклиника.